Сделайте свой отдых и профессиональные будни максимально комфортными и безопасными. Магазин спецодежда предлагает отличный выбор одежды, качественной спецобуви и средств индивидуальной защиты. Маскировочные костюмы для рыбалки, охоты и товары, которые сделают ваш отдых приятным и удобным. Съемочную группу Русского Севера в одном из помещений Центра помощи бездомным животным встретила красивая собака, предположительно породы хаски, с изумительно голубыми глазами. За эту черту она получила красивую кличку Малевина. Как и большинство животных, попадающих в доброе сердце, угодовалась собачке трудная судьба. Долгое время она обитала в Васильевском и, судя по всему, недавно потеряла щенят. Случайно, совершенно едут по дороге, и собака сидит около дороги. Ее в машину привезли на ветстанцию, посмотрели, то ли она не доносила, раньше времени родила, но УЗИ показало, что щенят у нее нет. Там поискали, в самом Васильевском тоже не нашли щенят. Привезли к нам на передержку, на период стерилизации. И находился для нее уже и хозяин с котлосом мужчина, пожелал ее к себе взять. Приезжал ее, тогда мы не могли найти, там они ее искали, не могли найти в Васильевском. Но вот сейчас пока на связь не выходит, дальнейшая судьба еще у нас под вопросом, поедет она в котлос или нет. Собачка очень нам понравилась тем, что она спокойная, уравновешенная, чистоплотная. Гулять на поводке хорошо, хотя до этого я не думаю, что кто-то с ней раньше гулял. Мальвина действительно очень спокойная и не агрессивная. Стоит ее погладить, и она не отойдет от Вас ни на шаг. Объявится ли в Центре помощи бездомным животным загадочный хозяин из котлоса неизвестно. И поэтому Мальвина может стать хорошим другом и членом семьи для любого жителя Великого Устюгского района. Мальвина хаски, а это значит, что лучше всего ей подходит частный дом с вольером. В квартире ей будет жарко. Еще один новичок Центра, черный песик Граф, появился в добром сердце недавно и спокойно ожидает новых хозяев. Со старыми не повезло, они переехали в новую квартиру, а его оставили на улице. Граф, соответствуя аристократической кличке, очень спокойный, не агрессивный, кусаться не в его правилах. К тому же он любит играть с детьми. Песик, он, конечно, к цепочке-то не привык, на поводке тоже с ней ни то не гулял. И поскуливал, и погавкивал. Но молодой такой еще, он ко всему быстренько привыкает, к нашим условиям тоже адаптировался. Пока еще сытости не знает. Есть все, что не при полоченном. Эти вот у нас он три дня живет. Пока еще на шутиться он не может. Вот. Ну, тоже вот его и на цепочку можно, его можно и в квартиру. Конечно, уличной собаке лучше бы, конечно, во дворе. Конура идеально будет. Но он такой компактный. Он, я не думаю, что больше-то и вырастет. Немножко возлужает, потому что еще возраст, это чуть больше года. Ну, такой тоже добренький. И с ним и гулять бесправматично, не агрессивный. Он с детьми вырос постоянно. У них там и в семье детей было несколько. И во дворе там постоянно с детьми он общался. И к нам-то помогли дети, привели, как всех из этой семьи собачек. Рядом с графом в вольере расположился третий подопечный Центра помощи бездомным животным, также с именем сказочного персонажа Кай. Волонтеры предполагают, что порода этого пса – финно-карельская лайка с примесью. Рыжий бедняка сразу понравился волонтерам, и они не сомневаются, что уже скоро он обретет новый дом. Очень добрый тоже песик. У нас давно таких не было спокойных. Он тут как-то в семью нашу быстро вписался. Поскульвал немножко сидел, тоже, конечно, истощен. Побродил там по деревне, да, везде на улице. Кушает очень хорошо, на поводке идеально гуляет. И у нас, когда он поступил в воскресенье, после обеда, а в понедельник у нас утром пришли женщины с мальчиком и попросились погулять с какой-нибудь собачкой. Я говорю, ну вот с этой собачкой погуляйте. А как зовут? Я говорю, пока никак. И вот мальчик-то пока гулял с этой собакой, говорит, а давайте его Кай назовем. Ну Кай, да будет Кай. Вот теперь у нас у этой собачки рыженькой появилось имя Кай, и мы надеемся, что с новым именем у него и новая судьба будет. Хозяин на него, может быть, быстро найдется, потому что он очень хороший, нам так понравился тоже этот песик. Голубоглазая малевина, озорной Кай и черноголовый граф собаки с непростой судьбой, но хочется надеяться со светлым будущим. С полной миской, теплой конурой и заботливым хозяином. С супермаркетом ярмарка торжество устроить просто. Овощи и фрукты, колбасы, молочные продукты, товары собственного производства, салаты, горячие блюда, ароматная выпечка. Достойное качество по доступной цене. Приходите и убедитесь. Город Великий Устик, улица Глединская, 61.